Стас Борецкий сделал дерзкий вызов на бой главе Чечни Рамзану Кадырову. В интервью газете.ру он сказал, я бы подрался с Кадыровым, это уровень, просто мне постоянно предлагают соперников, которые ниже моего уровня подготовки, подсовывают фриков всяких. А вот Кадырову я бы бросил вызов, несмотря на то, что мы с ним в разных весовых категориях. Он является человеком с хорошей физической подготовкой, я же владею секретной техникой, взятой из шаолиния, заявил Борецкий. Он также добавил, что готов выйти в октагон с Кадыровым только за большие деньги. Ну что ж, это всего лишь шутка, но шутка довольно дерзкая. Мы будем следить за тем, как будет развиваться эта ситуация. А пока давайте посмотрим небольшой отрывок из интервью с Борецким. Если хочешь двигаться как нормальные парни, чувствовать себя уверенно и четко, выдержать все удары жизни, нужно следить за своим здоровьем. В магазинах полки со спиртлитом ломятся от товаров. Как выбрать нормальный рабочий продукт? Я облегчу вашу нелегкую жизнь. Компания OptiMil закрывает все потребности в спортивном питании, добавках и витаминов. У них собственное производство, гарантия качества, безопасности и комфортная цена. Поэтому переходите по ссылке, смотрите эти товары, выбирайте лучшее для себя, становитесь здоровыми и сильными. Удачи вам по жизни всем! У тебя написано 991 год. Да, это контора единственная, которая шьет малиновые пиджаки до сих пор. Ага. То есть они шьют с 91 года, вот они открылись, это их инициалы, как бы, вот, и поэтому у них можно заказывать, они шьют на заказ, то есть, ну, в основном, конечно, для праздников каких-то, знаешь, корпоративных там, то есть новые русские собрались там, сейчас они все бизнесмены, вот, и как бы они там одевают пиджаки, ржут, прикалываются. Меня на такие корпоративы иногда зовут, знаешь, там, кого-то поздравить, там, допустим, какой-то там гену там из 90-х. Типа бывшие бандосы, которые уже стали бизнесменами. Бандосы, да, они уже легализовались, они там бизнесмены, там туда жены, там все уже такие растолстели, раньше качками были, сейчас уже такие дяди пузатые. Вот, ну, уже такие, ну, за 40 лет уже, как бы, не молодые, поэтому, ну, зовут, там, банку порвать, поздравить, там, попрекалываться, типа, там, что-нибудь такое. Слушай, я смотрю на тебя, я понимаю, что вот если бы я много ел и брился с консервной банкой, то мог бы выглядеть так же. У тебя эти шрамы от чего? Слушай, я вообще, это самое, я много ему, бреюсь с консервной банкой, поэтому ты угадал все. Ну, шрам, правда, вот тут как раз опять же спрашивают, Вениамин Изяславович спрашивает, шрамы на лице специально делаешь? Нет, а я не понимаю, как делать специально шрамы на лице. Ну, порезать чем-нибудь. И что, от этого порезать шрам? А это чего у тебя шрамы? Слушай, вообще-то я в свое время от этих шрамов очень страдал, на самом деле. Ну, то есть сейчас они у меня так более-менее зажили, вот, А раньше у меня, ну, очень рваное лицо было, там, как бы, ну, ну, дрался я много, авария у меня, авария была у меня, допустим, сильная, да, вот. Бутылки мне в рожу тыкнули, тоже вот сидели там на свадьбе у человека, он меня к жене своей приревновал, разбил бутылку от стола, и мне в рожу, короче, тыкнул. Ну, а ты реально к жене домогался? Ну, естественно, я так ее приобнял там еще, ну, а что мне, как бы, вот. Ну, и он целился мне в глаза, а он, бывший, ну, там, Чечню прошел, ну, то есть человек без башни вообще, то есть вообще такой, ну, вот я неаккуратно так с его женой так немножко, это самое, позаигрывал. Она ко мне, я к ней, ну, и ко мне, это самое, вот последствия. А целился он мне в глаза, то есть я практически чуть без глаз не остался, то есть у меня вот здесь вот, ну, глаз долго заживал, то есть сильные были эти самые ранения такие. Ну, как бы нормально, все, передвигаемся. Чтобы закрыть просто тему твоего внешнего вида, скажи, у тебя я вижу под красным пиджаком еще один красный пиджак торчит, нет? Нет, это жилеточка. Жилеточка, тоже красная. Тоже красная, это троечка костюм. И у тебя барсетка. Да. А можно заглянуть в барсетку? У меня даже две барсетки, дай эту барсетку. Да, дай вторую барсетку. Там запасная, дай барсетку вторую. Устался помощник. У меня, знаешь, у меня две. А что в барсетке, в большой и в маленькой, да, посмотри, что устался в барсетке. Отлично, с духи, это не новичок? Нет, новичок не ношу. Это Лем Идеаль Спорт. Да. Презервативы. Ну, это ты знаешь, что такое. Ну, я догадываюсь. Ну, я думаю, да. Ну, и... Ну, это фальшивки. Нет. Настоящие сто... Можно одну? Я тебе верну. А ты определишь, да? Ну, я попробую. Ну, фальшивки, это ладно. Вот это фальшивка, да? Ну, да, конечно. Я ее просто, знаешь, там, это... От гаишников откупаюсь. Да, и они берут такое? Берут вообще, они даже не смотрят. Про эти... Они, как увидят, знаешь, зеленую бумагу сразу, опа, и в карман ложат, и уже такие, значит, договаривают. Про эти фальшивки я тебя еще спрошу. А во второй бар... А что ты соточку-то в другую переложил? На всякий случай, да? А во второй барсетке что? У меня там во второй барсетке. Это что, газовый баллончик или что это такое? Что это такое? Я даже не знаю, боюсь трогать, а потом отпечатки ведь останутся. Жгучий перчик, это чтобы мальчики не приставали? Наверное. А может, чтобы наоборот приставали, да, Димон? Короче, всем рекомендую. Хорошая вещь, удобная для носки и вообще деньги удобно носить. Но на них охотятся, могут украситься. Так ты говоришь, что пиво, когда ты рвешь банки, то это хайп. А тебе ведь еще, ты сам рассказывал, еще несколько лет назад Шнуров Сергей сказал, что тебе в Ленинграде как бы нечего делать именно потому, что, ну что, ты банки рвешь, а это уже не хайп. Почему ты тогда не прислушался? А что я должен был делать? Ну что, я ни на чем не играю, ни на каком музыкальном инструменте. Показывать свои, то есть одеваться в женское платье и показывать свою стройную фигуру, ну тоже как бы, ну, сам понимаешь, смысла на тот момент не было. Вот. Ну а что оставалось? Я кроме банок практически ничего не умею. Но тебя же... Ну я еще умею петь, но... Тебя Шнуров же в Ленинград звал не для того, чтобы ты только банкировал? Да при чем не Шнуров? Послушай, Стас, я до Шнурова был довольно известный человек, понимаешь? То есть если бы я не ушел в группу Ленинград, я бы был сейчас более известный, понимаешь? То есть у меня было свое творчество, очень конкретное, шансон творчества. Я понимаю, что сейчас шансон на спаде, в то время он, ну помнишь, выстрелил абсолютно недавно. Да, сейчас шансон тоже, в принципе, слушают. Ну слушают, но он как бы так, да. Вот, сейчас рэпчик, рэпчик, вот. У меня был вообще... Фишка шла, у меня крутили на радио шансон, то есть у меня все было. Я пошел в группу Ленинград, там я обленился, да. Там я перестал записывать свои песни, поэтому меня как музыканта, певца, ну мало кто знает. Знает в основном какая-то банки рвущего человека. Вот. А что Шнуров? Ну, Шнуров со Шнуровым... Шнурова я знаю давно, знал давно, то есть до Ленинграда. Он меня позвал в Ленинград, я отказался. Вот честно тебе скажу, я отказался, потому что, ну, у меня как бы все было нормально. Я там, у меня деньги были, и песни я писал, и как бы свое удовольствие, то есть я отказался. Ну, потом у меня возникли некоторые затруднения, я позвонил Шнурова, говорю, предложение в силе, он говорит, в силе, приходи к американскому посольству, полети в Америку, то есть. Я говорю, ну, круто. Это в Москве, к американскому посольству или в Питере? В Питере, в Питере, американское консульство. Вот, ну и нормально, значит, я думаю, мне не дадут эту визу.